Очередной этап ремонта Можайского шоссе включает в себя работы в местах пересечения с центральной трассой города улиц Чикина и Говорова. Дорожники срезают 5-сантиметровый слой старого покрытия и заменяют его новым асфальтобетоном. Два участка площадью 6,5 и 4 тысячи квадратных метров обошлись бюджету в общей сложности в 7 миллионов рублей. Это 60% городского поселения Одинцово и 40% деньги Московской области. Как только заканчивается производство работ по Можайскому шоссе, область сейчас отыгрывает новый контракт в таком же соотношении средств 30 миллионов и 20 миллионов средств в Московской области. Мы приступаем к дальнейшему ремонту улицы Жукова и улицы Можайское шоссе. Практически по Можайскому шоссе мы завершим работы с учетом тех работ, которые были в прошлом году и в этом году. И улицу Жукова тоже полностью переложим. Подрядная организация хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. Однако город все равно внимательно следит за качеством работ. Особое внимание уделяется продольным и поперечным стыкам. Местам примыкания нового покрытия к старому. Одновременно с восстановлением Можайского шоссе продолжается ямочный ремонт дорог и внутриквартальных проездов по заявкам жителей. Но если второстепенными дорогами можно заниматься в дневные часы, то масштабная укладка асфальта на Можайке возможна лишь в ночное время. Все работы, которые производятся в большом масштабе, естественно, они какие-то неудобства и для жителей, и для людей, которые проезжают по Можайскому шоссе сквозь город Одинцово, они будут приносить поэтому жителям и гостям города. Нужно потерпеть в этот период, находить какие-то объездные пути, заезжать с платной дороги, смотреть и объезжать эти неудобства. Потому что ремонт дороги все равно надо делать и нужно просто потерпеть. Следующий этап ремонта Можайского шоссе придется на перекресток с улицы Неделина и примыкание вокзальной. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцово. Субтитры создавал DimaTorzok